Друзья, продолжаем знакомиться с парками Кремниевой долины. Вот тот парк, который сейчас перед нами и который является объектом сегодняшней съемки, называется Куэста парк. Куэста это название улицы, вот там машины идут, видите? Это вот улица Куэста. Мы находимся в городе Маунтин-Вью, тут вот такой знак информационный, важные факты по поводу белок и безопасности в парке. Ну и как всякий парк, тут есть детские площадки, тут есть места, где можно посидеть там по барбекюить, вот например, как вот это, видите? Вот тут мангальчик такой, вот мы сзади на него смотрим, вот это мангал на ножке, столик рядом, мусорный бак. Да, вот как бы на одну компанию маленькую, здесь рядышком на несколько маленьких компаний, так можно сказать. Ну и так потихонечку мы походим, посмотрим, мы будем нарезать круги по парку, вот, и заодно о нем рассказывать. В Маунтин-Вью много наших соотечников, и парки хорошие тоже. Вот видите, как много деток, сегодня воскресенье. Тут не только наши, конечно, тут и китайцы, и индусы, и мексиканцы, и просто белые американцы, которые тоже не перевелись еще в Кремниевой долине. Я немножко тут маневрирую по парку, чтобы оказаться спиной к солнцу, а то, знаете, так, против солнышка снимать не хочется. А чтобы снимать спиной к солнышку, надо выйти в такое место и развернуться, чтобы солнышко было сзади. Здесь обычно собачников много, очень много деток на велосипедах, очень много маленьких деток. И люди бегают, которые любят побегать. И я когда-то здесь, вот мы близко жили, на своих этих кангу-джампс прыгал по дорожкам. Здесь ровный асфальт, это очень важно, когда прыгаешь на таких вот опасных, в общем-то, ботиночках. Можно упасть, улететь. Нужна ровная дорожка. Так. Прямо к парку примыкает YMCA. Там бассейн, и тоже корты у них свои, и джим хороший, большой. Как вот тут все до кучи. В одном месте. Вы только посмотрите, друзья, до чего дошло вот это мусорное хозяйство. Вот как выглядят современные мусорные баки. Вот куда уходят деньги американского налогоплательщика. Вот на это все и уходит. Если у вас, кстати, есть меч, которым вы любите помахать, приходите вот рядом с парнем, встанете, тоже будете махать мечом. В компании всегда веселей. Волейбольная площадочка. Очень мило. Рядом такое партийное место. Большое, серьезное партийное место. Здесь могут, если так, от одной организации, я думаю, так хорошо за сотню могут собраться. Вот, а если так индивидуально, то, конечно, уже поскромнее. Посмотрите. Тут вот и помыть, приготовить, если что. И зажарить. Смотрите, сколько всего для жарки-то. Вот оно опускается туда. Насыпаешь угольков. И вот там крутишь руль. Штурвал, можно сказать. И все опускается. Но оно там на замочке, штурвальчик. Надо заплатить денежку. И те скажут, вот ваш столик номер такой-то. Или на всю организацию. Да, большая территория, хорошая. С туалетом, со всеми делами. Вот там собачки бегают. А вот здесь для их благоустройства выдают пакетики. Бесплатно взял пакетик, убрал за собачкой. А вот это дворцовое сооружение является туалетом. Ну и не только туалетом. Конечно, это побольше, чем просто туалет. Вот. А за спиной у меня, слышите, стучат мячики? Это корты. А вот это бесстыдница. И даже не одна, а несколько бесстыдниц. Голеньких. Как называется бесстыдница по-другому, по-научному? Ну, это эвкалипт. Эвкалипт, вот же ж. Ну, я же знал, что есть приличное слово. Вот. Листик, смотри. Я сейчас зайду на аккорты. Тут поднимусь на лесенку. Ой, мама. Очки. И покажу вам. Тут вот ребята играют. Единственное, что против солнца мне снимать не очень удобно. Ну, вот. Правда жизни. Вот, друзья, буквально хочется сказать, Лермонтовские места. Или Пушкинские. Пушкин в Бессарабии. А, Лёва, как тебе нравится? Пушкин. Не важно, где стреляться. И отсюда мы можем поглядеть на парк. Мирно. Мирно. Голоса со всех сторон. Хорошо. Сидит на травке мужик, медитирует. В руках у него какая-то электроника. Вот, сейчас без этого медитировать уже получается как лох. Ся чувствуешь? Пусть вернуть налево. Поехать как раз хорошо медитирует на эти деревья. Говорит Лёва нам, что хорошо медитирует, глядя на деревья. Слева переставляет. Какое? Вот. Вот это. Ну, хорошо медитирует тот, кто медитирует глубоко. Вот так, скажем. И не отвлекается. А если, друзья, у вас нет меча такого металлического, вы не огорчайтесь. Вы можете взять палку и прийти с палкой, и тоже вам найдется хорошая компания. Вот белочка тут в основании дерева притаилась. Качели. Удивительно даже, что никто не качается. Как-то сиротливо выглядит. Обычно за качели идет некоторая даже борьба. Особенно маленькие детки. Они так хватают, там кричат, плачут, хотят на качельки. Но это не для маленьких деток. Это такие для тех, кто постарше, конечно. Секвои. Детская площадка. Скамеечки, навесик. Японская пагода, Лёва, говорит. Ну, даже не знаю, что сказать. Наверное. Тут, пока мы шли, подъехала на велосипеде девочка лет 7. Говорит, здравствуйте, говорит по-русски. Мы ее не знаем. Вот такой теремок для лазания. Так. Ну, и качельки, конечно, тоже. Продолжение следует.